Я жду новое поступление одежды, новинок этого каталога. Я уже заказала в прошлом каталоге, как только открылись новинки следующего периода. Мы сразу же все с дочкой распределили, кому что нужно. Все заказали, но не знаем, что еще нам подойдет, что не подойдет, что сядет по фигуре, что не сядет, потому что я полненькая, дочка стройненькая. Будем смотреть. И маленькой тоже заказали полный ассортимент одежды. Итак, вчера мы с вами остановились на том, что у нас с вами 63 кандидата на Турцию. Хочу об этом напомнить сегодня и пожелать всем отличнейшего выполнения квалификационных условий. Не забываем, все, кто открыл квалификацию, делают 100 баллов, становятся VIP-ами. И все, кто стал VIP-1, обязательно ставьте галочки, чтобы компания под вас начала регистрировать людей. Чем меньше стаж, тем меньше под вас будут регистрации. Но одну-две регистрации в каталог, через каталог у вас все равно должно быть. Итак, во-первых, наша с вами сегодняшняя тема – это заменяем интернет-магазин. Спасибо, Леночка, спасибо. Значит, я сейчас запущу для вас рабочий стол. Минуточку еще, пока настраивается. И мы с вами еще поговорим очень подробно про новый метод рекрутинга. Очень важно сейчас понимать, что вы можете рекрутировать и всех думающих обязательно приглашать на вебинары от компаний. Не от компаний, а от интернет-проектов Эберлик Онлайн, которые у нас будут с вами проходить. Две реги в каталог. Ну, Наташа, вот я говорю, у кого как, но у тебя стаж уже не такой маленький, как у новичков, которые только с ВИП-1. Да, то есть вот. Значит, о чем еще мы с вами поговорим? О том, что у нас с вами есть расписание плановых вебинаров, которое, как вы видите, высылается примерно раз в день, вечером. И вы вечером уже будете знать, когда у вас будет следующий вебинар для кандидатов, да. Следующий вебинар для кандидатов у нас с вами будет 11 апреля. Да, это будет среда. Вот. И как раз-таки будет проводить вот Оксана Комарова. Добро пожаловать в интернет-проект Эберлик Онлайн. Да, то есть вот ссылочка на завтрашний вебинар. И, в принципе, вы можете звать своих кандидатов на регистрацию на этот вебинар для того, чтобы ваши люди уже как бы директором были проинформированы. Вебинары презентационные ведут разные люди. Вот. Скажите, пожалуйста, кто вчера был, на вчерашнем вебинаре был. Вот. И задайте, пожалуйста, вопросы полностью, да. То есть оно будет объявляться как. Если вы в объявлении видите, что это презентация бизнеса для новичков и кандидатов, значит, вы можете уже приглашать в этот день людей, да. Презентация для новичков и кандидатов может быть в 13.00 по московскому времени и может быть в 18.00, вот как сейчас по московскому времени. И, конечно же, это очень-очень важно сейчас донести на планерках своим структурам, да, дорогие топ-лидеры, дорогие директора. Берите в оборот информацию обязательно. То есть мы это вводим на постоянной основе на месяц. И если ваши результаты будут лучше с нашими вебинарами, данные вебинары мы оставим на постоянной основе. Поэтому обязательно, обязательно поддержите нас этим нововведением, обязательно зовите кандидатов. И мы с вами посмотрим результат. Результат именно посмотрим через месяц. Будем проводить соцзапрос. И мне кажется, что все-таки мы вам всем поможем. Всем ли все понятно? Задайте, пожалуйста, вопросики. Понятно, да? Да. Ну, все, отлично. Потому что вчера не все поняли, да, то есть не все поняли, как звать, куда звать, зачем звать. Да, то есть если вы видите, если вы видите, что написано презентация бизнеса для новичков и кандидатов, вам нужно обязательно созвать на этот вебинар всех думающих. С другой компанией, да, я думаю, что тоже можно звать, ничего страшного в этом нет. Ну, я как-то, знаете, ну, ладно, в принципе, да, можно звать, но видите, как бы они начнут задавать там всякие наводящие вопросы, еще что-то. Спикер тогда должен знать, как можно блокировать чат, потому что недавно вот у нас был случай, когда вели презентацию по очень интересную. Преподаватель был Валентина Оломская, спикер, и она проводила про интимную гигиену, про гели, вот эти, да, вот про все. И, по-моему, нижнее белье там еще было, и там какие-то парни зашли молодые, и давай писать всякую чушь, там, знаете, на перебой, да, чтобы вот такого не было, обязательно нужно модератора учить блокировать таких людей. Окей, вот, поэтому, да, конечно, зовите, зовите, вот презентоваться все самое основное. Основные, вы, наверное, видели фотографии, которые я скинула, да, по чатам в библиотеку картинок, да, то есть вот та самая презентация и будет о компании, о проекте, о результатах на проекте и так далее. То есть такой вводный курс, что человек будет знать, что в компании Фаберлик есть бонус материнства, бонус усыновления, да, то есть бонус стабильности, да, квалификационные бонусы и так далее, и так далее. И плюс о нашем проекте будет рассказывать, да, что есть лендинги и так далее. И, конечно, когда вы будете рекрутировать, когда вы будете рекрутировать, очень много людей задают вопрос, а как я буду обучать новичка, еще что-то, да, и там, конечно, такие моменты тоже будут. Такие моменты тоже будут разбираться на этих вебинарах, что система роста готова, вам только нужно будет открывать задание, поэтому не бойтесь, рекрутируйте, рекрутируйте, да, то есть мы с думающими будем разговаривать, да, и плюс, ну, примерно час, Леночка, он длится, смотря сколько вопросов в конце. По идее информации на 40 минут, но иногда бывает, что вопросов много в самом конце и получается, что вебинар может затянуться и на полтора часа. Вот вчера мне позадавали много вопросов, да, и я уже понимала, что вебинар у меня растянулся на 15 лишних минут. Ага, с третьего браузера, да, Мариш, понятно все. Ну что ж, давайте с вами полетели, всем ли виден рабочий стол, всем ли видна демонстрация экрана, у кого не видна, прошу перезайти, прошу перезайти и будем с вами уже видеть. Сейчас, как вы видите, я вхожу в свой личный кабинет компании Фаберлик, не на лендинг от проекта, а именно в свой личный кабинет компании Фаберлик. И раньше, конечно, была такая, да, фишечка, что вы делитесь своим интернет-магазином и вот этот вот как раз таки интернет-магазин вам не давал возможности работать международным образом, да. И вот сейчас появилась новая фишечка, когда вы можете делиться каталогами не с Яндекс.Диска, а именно своими партнерскими ссылками прямо с сайта Фаберлик. Вот, и это очень важно, вы можете, проживая в России, зарегистрированные в России, выслать любой каталог любой страны в их ценах, только потому что сейчас это возможно сделать на сайте Фаберлик. Фаберлик, вы можете узнать все акции всех стран, если вы, без разницы, в какой стране вы зарегистрированы, то есть это нужно обязательно знать и это нужно обязательно применять на практике, потому что это просто круто. Я считаю, что это просто круто, потому что это очень выгодно и это очень-очень удобно. Итак, давайте же мы с вами посмотрим, что же это такое. Да, вот смотрите, у нас с вами есть функция поделиться, да, вот видите, в конце, допустим, материала по программе «Быстрый старт» нету ссылочки поделиться и этим материалом вы поделиться не сможете, да. Но, допустим, если вы зайдете в раздел «Акции и программы», да, и увидите, что где-то материалы доступны, видите, по ссылочкам, да, где-то им нельзя поделиться, да, как вы видите. Вот видите, материал доступен, да, им нельзя делиться, да, и этот материал, если вы хотите опубликовать, то его нужно копировать, картинку, вставлять текст и так далее, да. То есть, а вот, допустим, акция новым консультантам вы уже можете делиться, если вам захочется, да. Например, набор «Дом Фаберлик», ну, это старая акция, да, набор «Дом Фаберлик» в подарок при регистрации. И вот вам разрешают делиться на канал в Телеграм, да, то есть, Твиттер, Фейсбук, Одноклассники, ВКонтакте и так далее, да. Тут еще, по-моему, вот это Вайбер, а вот это забыла какой значок, писала себе, опять забыла. Да, то есть, вот тот набор для макияжа в подарок при регистрации, видите, ссылка на материал, и вам уже, если вы будете делиться этой ссылочкой на материал, да, то, скорее всего, человек уже не в вашу структуру попадет. Давайте будем экспериментировать. Я открою новый браузер. Так, минутку у меня тут. Так, это я хочу беговую дорожку домой. Да, искала себе беговую дорожку, чтобы на дом заказать. Вот, да, давайте сейчас вставим. И если мы вот этой ссылочкой делимся, да, то у нас просится войти, потому что этот материал для зарегистрированных. И получается, что мы вот этой ссылочкой пользоваться не можем, да. Но у нас также с вами есть вот такая вот, к примеру, фишечка. Через «Поделись», да. Мы с вами можем делиться каталогом, к примеру, да. Открываем каталожек. Любой, да, без разницы, какой каталог вы открываете. Открываете каталог. Сейчас, минуточку, он откроется, что-то капризничает браузер. И внизу есть клавиша «Поделиться». Видите, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Телеграм. То есть, вот так вот интересным таким способом. Ну, давайте я поделюсь ВКонтакте. Я нажимаю «Поделиться». Вот именно, именно вот через эти кнопки. Только через эти, иначе партнерки у вас не будет. Да, тут, значит, выбираю какую-нибудь прикольную картиночку. Вот так, тут их всего лишь две. И вот тут подписываю, да, к примеру. Посмотрите там, да, посмотрите наши скидки. И, конечно же, я всегда настаиваю, всегда и на всем, что товары и акции продвигать – это не совсем выгодно для вас. А для вас выгодно именно бизнес, да. И поэтому, если я пишу «Посмотрите наши скидки», я могу еще подписать, что самые крутые, да, крутые, цены для продвижения, продвижения в бизнесе, да, к примеру, и быстрого старта в карьере. И, да, и вот, допустим, потом вы ставите, потом вы, значит, ставите уже хэштеги, какие вам нужны, да, можете поставить хэштег. Допустим, там я ставлю хэштег «Конанова», «Фаберлик онлайн», «Проект Фаберлик онлайн», «Фаберлик по-русски», «Фаберлик по-английски», «Каталог», «Листать каталог», «Смотреть каталог», да, то есть «Каталог Фаберлик», «Фаберлик каталог» и так далее, да, то есть можете всякие разные, да. И нажимаю «Отправить». Вот сейчас вы можете пройти на мою страничку. Сейчас я ее так, сейчас я ее быстренько найду. Да, вот такая вот у меня страничка, это моя страничка, если что. И тут вы можете видеть, вот я поделилась этим каталогом. И, конечно же, если вы сейчас не под логином и не под паролем в своей личной комнате, а, ватсап, да, спасибо, девчонки, я поняла, про что вы, да, не под своим логином и паролем в вебинарной комнате, «Как не видно, я все нормально показываю». Кому не видно, перезаходите. Девочки, видно вам демонстрацию экрана? Видно, все, спасибо. Кому не видно, перезаходите, я не виновата, что-то у вас не так, да. Обратите внимание, пройдите, пожалуйста, по ссылочке на мою страничку и с моей странички перейдите, да. То есть, если вы не под логином и паролем, то мы с вами увидим, что. Что мы с вами увидим. Так, девочки, давайте позже будем дружить. Вот такая вот ссылочка, да. И я могу сделать, копировать ссылку. И опять-таки, да, как вы видите, я тут не зашла под логином и паролем. Я вставляю и перехожу. И я могу смотреть каталог Фаберлик, да. Но, как вы видите, вход, регистрация. Ну, это красненькая полосочка, это я записываю вебинар. Вот в чем суть. Не на весь экран запись поставила, да. И если я захочу, посмотрела, да, продукцию, полистала. И если я захочу в итоге, да, там, допустим, там, на странице, там, 89, там, я нашла что-то классное для себя, да. То есть, я захотела заказать вот такой набор по акции, любые два продукта, да. Я нажимаю регистрацию, так как мне сказали, что после регистрации будет 20% скидка. Я нажимаю регистрироваться. И вуаля, здравствуйте, меня зовут Кононова Анна Анатольевна. То есть, человек попадает ко мне в первую линию, если вы делитесь через поделиться. Вот я сижу и думаю, интересно, а что еще у них есть, да. Ух ты, у них есть одежда и аксессуары. И ушла с этой, да, ушла с этой графы. Ушла, погуляла, посмотрела, да, допустим, там, посортировала. Какая тут одежда подороже, какая тут одежда, да, к примеру, подешевле. Сейчас я подороже отсортировываю, да. Ой, какие классные сумки, да. Почитала о сумочках аннотации, к примеру, да. И у меня все вот тут вот в верхнем правом углу есть регистрация, да. То есть, я почитала, супер сумка, натуральная кожа, красивый цвет, как она смотрится, если с ней ходить, да. То есть, вот таким образом она смотрится. И я думаю, ну точно, я буду регистрироваться. И опять нажимаю на слово регистрация. Так, ждем, ждем. И человек опять-таки попадает ко мне. Он больше никуда не уйдет, если он прошел по этой ссылке у вас с вашей функцией через поделись. Вот таким вот образом я считаю, что интернет-магазин можно вам сейчас прям забыть, даже если он появится, то это лучше. Этот подход лучше, да. Далее смотрим, что далее. Итак, прохожу на свой каталог. И ко мне регистрируется девушка, допустим, ну давайте возьмем пример, давайте первую попавшуюся страну, ну допустим, с Белоруссией. И мне нужно скинуть каталог Белоруссии. Я нажимаю Белоруссии и нажимаю выбрать. У меня все перезагружается. Все равно, как вы видите, каталог Россия, но я еще раз буду нажимать вот сюда, чтобы оно не сбилось. Да, и вот вы видите каталог Белоруссии. И после того, как я перезагрузила страничку, я снова нажимаю на каталог Белоруссии. И вот эту вот ссылочку поделись, Фаберлик, я могу также поделиться. Давайте опять-таки будем делиться ВКонтакте. Вот он Белоруссии каталог. Нажимаю отправить. Прохожу на страничку ВКонтакте, что тоже очень-очень интересно. И это очень, в принципе, полезно для нашего бизнеса. Девчонки реально, компания Фаберлик так сильно шагает ногу со временем, что тот, кто расстраивается, что, да, сейчас скопирую, скопировать ссылочку. Да, то есть я живу в Белоруссии и я хочу попасть, да, в каталог Белоруссии. Вот, высылаю именно каталог Белоруссии и у меня прогружается именно каталог Белоруссии. То есть я могу по всем странам делиться, чего не было, по идее, в интернет-магазине. И нам приходилось конвектировать каталоги в разных, в разных странах. Сейчас вам, по идее, вот эти ссылочки, которые мы конвектируем, да, ну, это, конечно, для самых-самых новичков, которые еще не знают про данную фишку, вот, все равно придется конвектировать, да, чтобы у девочек работа не вставала из-за того, что они не знают, как посмотреть каталог Белоруссии, да, то есть что вот у нас. И причем сам покупатель, который даже еще не зарегистрирован, да, он, допустим, может также полистать, там, не знаю, любой другой каталог, давайте возьмем Украину, и он выбирает каталог Украину. Да, тоже, видите, оно не перезагружается, тут есть немножечко тормоз, но все равно. Сейчас вот перезаходит, листает каталог Украины, да, к примеру, и нажимая на регистрацию, он все равно попадет ко мне, неважно, в какой стране человек проживает. Вот, и скажите, пожалуйста, знакома ли вам была эта фишечка? Да, вайбер тоже так можно рассылать, вайбер, ватсап, телеграм, вконтакте, одноклассники, фейсбук. Да, эта регистрация у вас идет в первую линию, то есть таким вот образом вы можете сейчас заменить свой интернет-магазин без всяких на то побочных эффектов. Девочки очень сильно переживали, вот, отлично, один минусик дождалась, значит, Светлане я была полезна, рада, что я хоть кому-то полезна. Да, то есть вот таким образом вы можете пользоваться всем. Знакома, но забыла, да, пользуетесь, молодцы. Вот ваша сейчас задача, когда новички рекрутируют, да, то есть вот смотрите, у меня, к примеру, спрашивают на страничке, да, в сообщениях, у меня, к примеру, кто-то что-то спросил, да. Ну, я даже не знаю, стоит ли чью-то переписку открывать, да. Ну, вот, допустим, Ириночка Григорьева у меня купила билет на форум, да. И я, зная, что Ирина сейчас хочет, допустим, полистать каталог, вот, и, допустим, если бы она не была зарегистрирована, да, я бы могла ей скинуть ссылку на данный каталог, и она могла бы, ну, посмотреть и все равно бы могла прийти ко мне. Конечно, это очень важно знать, это очень важно понимать, и таким вот образом я могу со своей странички, допустим, этой же Ирине Григорьевой в личку поделиться, да, то есть смотрите, я нажимаю через поделиться, подписчики сообщества и отправляю личным сообщением. И ищу Григорьеву, да, вот, Ириночка Григорьева, и я ей отправляю, я отправляю каталог прямо со своей страницы, понимаете, и это круто, это круто, это удобно, когда человек может таким образом посмотреть каталог, да, это во-первых. Далее, чтобы хотелось рассказать про это, про все, да, то, что мы с вами видим, где, чем мы можем поделиться, чем мы не можем поделиться, да, вот, допустим, заходим в раздел партнерства, и мы с вами смотрим, да, вот, смотрите, набор для макияжа в Белоруссии доступен поделиться, да, а в России почему-то доступ по ссылочке, да, ну, я, скорее всего, отпишусь в чат элит и спрошу, можно ли делиться по России этой акцией, потому что, ну, так, конечно, не должно быть, скорее всего, оно появится, следите. Вот, и очень часто, когда мне новички спрашивают, а на какую сумму нужно сделать заказ, да, вот видите, в России доступ по ссылке почему-то, на какую акцию, на что можно сделать заказ и так далее, и так далее, я им скидываю прямо эту ссылку. На самом деле, я им скидываю эту ссылочку, вот, и им, в принципе, это очень-очень нравится. Далее, да, как вы можете еще смотреть, смотрите, Фаберлик Клуб, накопительная программа, да, тут есть слово поделиться, и человек, который хочет получать подарки, он сможет знать, да, что есть такая вот, допустим, акция. Также вы можете что-то тут написать, ну, это я уже выставляла, наверное, вот это поставлю. Также вы можете тут что-то написать, можете не писать и так далее. Да, допустим, я сейчас просто напишу, что подарки за каждый заказ. Подарки за каждый заказ. Делюсь. Также нажимаю отправить. Также смотрю на свою страничку. Ну, давайте я сначала перезагружу. Вот, и оно появляется, да, то есть каталог подарков. Ну, в принципе, такая яркая, мощная вывеска, и человек уже попадает сразу же на каталог подарков по программе Фаберлик Клуб, что тоже очень-очень удобно. В Одноклассниках, да, тоже можно делиться. Можно поделиться себе на стену, да, в Одноклассниках, и потом со стены просто копировать ссылочку, пересылать. Это без разницы. Да, также, конечно, все вы знаете, что у нас появились сложности с выгрузкой одинакового видео на YouTube. Кто столкнулся с данной проблемой, кто еще ее не решил и не знает решения, напишите слово «Я». Я пока нашла для вас такой вот способ. Я думаю, что ваши директора вам в помощь, они помогут. Это видео можно изменить с помощью любой, любой программки. Я, да? С помощью любой программки или с помощью вашего директора, чтобы директор вам видоизменил данное видео, чтобы вы смогли его легко выгружать. Вот, пожалуйста, добавьте в закладочки себе, давайте своим новичкам или сами за них это делайте. В принципе, это одна минута, но, опять-таки, бывает такое, что новичок сталкивается с массой проблем в начале рекрутинга и легче это сделать за него. Вот это решение данной проблемы, если у вас ролики на YouTube не выгружаются. Поэтому пользуйтесь, всегда рады вам всем помочь, всегда рады найти выход из ситуации. Видео старое, я просто думала, что это единичное случае, а потом девочки и новички, когда выполняют задание, то у них постоянно выступает такая вот проблема. Поэтому берите, мотайте на ус и все будет хорошо. Вот, далее, о чем мы с вами поговорим. Значит, мы с вами поговорили о новом методе рекрутинга и мы с вами поговорили о замене интернет-магазина на партнерскую акцию «Поделись». Через «Поделись» вы можете делиться всем, чем захотите, где есть вот эти вот значки. Если у вас есть эти значки и вы вошли под своим логином и паролем, что очень важно, чтобы вы вошли под своим логином и паролем, чтобы вы проверили, что точно ссылка на регистрацию будет в вашу структуру, то внизу смотрим, у нас с вами есть все о компании, о компании «Фаберлик». И там есть моменты, которыми вы можете делиться и сама компания «Фаберлик» за вас, да, как бы вот давайте в «Одноклассники» поделюсь. И сама компания «Фаберлик» за вас будет, конечно, в письменном виде, но она… Ух ты, какой заголовочек, да, но тут что-то нужно написать. Давайте я сейчас скопирую, да, вот. Видите, как бывает, искажается прям сильно. Так вот, да, вставляю, к примеру, в окно письма и нажимаю «Опубликовать». Ставить статус в «Одноклассниках» не советую, не советую, потому что там могут заблокировать или еще что-то. Да, и обратите внимание, что ВКонтакте вы можете делиться не только на свою страничку, но вы можете делиться на сразу же подписчики сообщества или сразу же отправить личным сообщением. Если вы отправляете сразу же личным сообщением, вы выбираете тут человека или пишете имя человека, и вам не надо сначала делиться на страничку, потом со странички в личное сообщение, вы просто заходите и просто отправляете, да. Ну вот давайте я сейчас отправлю первому человеку в списке. Все, я отправила официальную информацию с официального сайта Фаберлик. Вероника, конечно, уже зарегистрирована, но она, наверное, сейчас задаст вопрос на нити чего, но ничего страшного. Далее с вами смотрим история, то же самое. Когда вы грузите историю, очень интересная кстати история, почитайте. То есть тоже можете делиться. И вот таким вот образом новости, новинки, каталога, контакты. Если где-то есть поделиться, вы всегда можете делиться. Также вы можете делиться какими-то отдельными продуктами, которые вам очень понравились. Вот у нас, допустим, с вами есть новая коллекция обалденного белья Флоранж. Давайте я лучше зайду в раздел новинки. И, к примеру, давайте отсортирую сразу же, чтобы долго не копаться. Что-то подороже. Допустим, вот такой вот красный плащик или вот такой вот платьишка. Кстати, я его заказала уже. Оно должно прийти. Вот. И, к примеру, вот вы смотрите. Ух ты! Все уже разобрали. Да? Ну, понятно. Да? Тоже также таким же образом можете делиться. Ну, давайте возьмем Facebook теперь, потому что ВКонтакте слишком много постов в день делать нельзя. Вот. Да? Платье цвет белый. Да? То есть купить по такой-то цене интернет-магазин Фаберлик и так далее. Да? То есть через Поделись вы можете еще тут написать, да? Свой телефон, да? Написать. Свой Телеграм, Вайбер, да? Ватсап и так далее, и так далее. Все вы это можете написать. И, допустим, Или написать, да? То есть заказала красивое платье. Заказала красивое платье. Да? Что-то интересное. Как вы думаете? Как вы думаете? Мне подойдет. Да? То есть я думаю, что вот это будет намного интереснее. И публикуйте на Facebook. На Facebook будет красивее в публикации, чем она тут. У меня там также вбита брендовая страничка. Сейчас я ее откопаю. К сожалению, не открыла заранее. Прошу прощения. Закладок у меня тьма тьмущая. И сейчас мы с вами пойдем на Facebook смотреть. Так, вот значит, Анна. Мои воспоминания. О, это моя квартира. Мы ее только еще купили. Сейчас прогрузится. Смотрим. Вот такое вот платье цвет белый. Купить в интернет-магазине. Люди проходят по ссылочке. Я эту ссылочку, конечно же, копирую, потому что я тут зашла. И прохожу вот сюда вот. То есть каждым продуктом вы можете делиться. Фаберлик о вашем продукте расскажет полностью и целиком. Да, то есть вот видите, платье цвет белый, какие размеры, как оно смотрится сзади, как оно смотрится спереди, это платье, да. Как оно смотрится сбоку. Прошу прощения, когда-нибудь да я выздоровею, да. И они еще могут поделиться. Если они делятся вашей ссылкой на переподелись, вот тут я, кстати, не знаю, как оно сработает, вот. Вот, поэтому я пока не могу это сказать, но я это протестирую, если что, сниму в видео. И люди уже смотрят и говорят, да, я бы хотела такое платье, да, я бы вот захотела, да. И также заходят посмотреть, какая еще есть одежда. И они видят, что тут есть девочка, мальчиков, новорожденным, женщинам, да, то есть всем-всем-всем. Вот такая вот интересная вещь, которая мне очень-очень нравится. Аня, вопрос с вопросом, как это работает с телефона. Хорошо, я посмотрю, как это работает с телефона, потому что я, к сожалению, не тестирую ничего с телефоном. Цена на странице будет по каталогу. У человека нет регистрационного номера и пароля, и цена будет по каталогу. Причем вы можете это платье продать по цене Украины, точно так же применив флаг Украины на этом платье, да, и так далее, и так далее, Светочка. Так, вопросы два. Вот, про телефон не отвечу. Когда отправляешь в ОК, через поделиться не грузится картинка. Почему? В ОК, в Однокласснике, через поделиться не грузится картинка. Так, минутку. Сейчас я посмотрю, как я поделилась в Одноклассниках, и посмотрю, грузится ли картинка. Так, Анна и Антон, Кононовая лента. И смотрите, если у вас в соцсети что-то удалили, да, если у вас в соцсети что-то удалили, то нет, с картинкой грузится Фаберлик, крупнейшая компания прямых продаж. Все хорошо прогрузилась картинкой. С какой картинкой я грузилась, такое оно и идет. Давайте еще раз попробуем. Так, я уже ушла, да, с сайта Фаберлик. Сейчас вернемся. Не знаю, в чем проблема. Почему без картинки, если честно? Не могу найти, не могу понять, да. Вот, и сейчас, значит, я делюсь в Одноклассниках. Давайте посмотрим. Одноклассники. Давайте растянем, чтобы было четче видно, да, крупнее. Сейчас оно прогрузится. Вот, пожалуйста, с платьем, с платьем и интернет-магазин. Нажимаем опубликовать. Идем в Одноклассники. Идем в Одноклассники. Сейчас я перезагружусь. Давайте еще разочек. Так, крестик, крестик. Вот так. Все отлично. Проблем нет. Каталог, картинка не грузится в Одноклассники. Каталог не грузится. Давайте пробовать каталог. Так, у меня Россия. Берем каталог. Давайте мы возьмем новый каталог. Он будет более интересен людям. Это дом Фаберлик. Дом Фаберлик. С 30-го числа уже стартует продажи. Так, 3-4. И давайте делиться в Одноклассники. Что получится. Фаберлик. Ну да, да. Обычный вот этот логотип Фаберлик идет. И тут выбора нет. Тут выбора нет. Но мне кажется, что ничего страшного. Знаете почему? Потому что в Одноклассниках, в принципе, да, так я поделилась. Сейчас перезагружусь и вам покажу, что нужно сделать. Так, сейчас увеличу еще страничку для вас. Потому что, скорее всего, у вас мелко. Немножко сделать крупнее. Давайте еще сделаю крупнее. Вот таким вот образом. Да, и давайте смотреть. Да, дом Фаберлик. Так. Ну, я думаю, что если вы что-то напишите, давайте решим проблему таким вот образом. Значит, в Одноклассниках делимся. Сейчас что-нибудь придумаем, да. Значит, вот мы с вами пишем пост. Нажимаем опубликовать. Потом, значит, мы с вами проходим, к примеру, давайте сделаем картиночку. Я очень часто делаю таким вот образом скриншот. Вот. Давайте нажмем копировать. Интересно, будет ли это в Одноклассниках. Да, то есть что-то нужно обязательно написать, чтобы оно у вас было. Так, это без восклицательных знаков. Я сейчас удалю. Перезагружу страничку. Чтобы покрасивее оформить, да. И вот тут вот, как вы видите, появится ли окно редактирования. Сейчас будем смотреть. Так. Закладкой редактировать. Нажимаем редактировать. Значит, тут вы можете переписывать все, что вам хочется. Или можете вставить вот этот вот скриншот. Сейчас посмотрим, получится ли. Очень медленно идет из-за того, что идет демон. Ну, понятно, что фото некрасивое, но я вам просто нахожу выход. Нажимаете сохранить. Нажимаете сохранить. Переходите обратно на свою страничку. Так, минутку. Так, проходите на Анне и Антон Кононовой. Сейчас перейдем. Ну, вуаля. Все красиво. Ну, понятно, что картинка такая фу, но хотя бы я вам нашла выход из ситуации. Да, таким вот образом я вот могу вставить в текст скриншот. Вот, Лена, да, Лена уже сама нашла этот выход. Эту картинку можно удалить, когда делитесь. Картинки, да, картинки можно удалять, но я их вам все-таки советую оставлять. Вконтакте можно выбирать там 2-3 картиночки, да, в Фейсбуке вы не выберете и в Одноклассниках вы не выберете. А, я у тебя увидела, да? А, ну все, понятно. Ну, вот, девчонки, таким вот образом наш с вами практически час вебинара прошел. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас еще какие-то вопросы? Вижу, что тема вебинара весьма актуальна для вас оказалась. Мы с вами открыли вместе много нового. А, при редактировании можно, давайте смотреть, как можно сделать при редактировании. Так, давайте будем делиться. Это именно на Одноклассниках, да? Убрать и вставить, да, я так понимаю. Нет, оно сюда не вставляется. Ну, у меня, к сожалению, нету. К сожалению, нету редактирования. Может быть, есть на Яндексе, на Гугле, я сейчас на Мозиле. У меня нет, я могу только убрать и вставить ничего не получается. Но я нашла, видите, какой выход, что вставить таким вот образом можно. А, это уже редактировать в самих Одноклассниках. Все, поняла, поняла. Ну, в самих Одноклассниках, я думаю, девчата умеют делать. А, нет, при редактировании уже в ОК, где обычно выбираешь нужную картинку, там поменять. Да, 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 да. Ну, мне нравится официальный логотип Фиберлик. Мне нравится, что он светится. Мне нравится, что люди понимают, что это не от нас, а от компании. Да, то есть, и картиночку можно тоже какую-то такую нормальную приделать. Так, вопросики во вкладочке. Так, Аня на технику из каталога есть гарантия? Я думаю, что да. Есть же на Денос техника. Есть же на Денос гарантия. Ее забирают, ремонтируют и назад. Вот, интересные фишечки, конечно же, это очень легкие фишечки. И вы знаете, даже если вернется интернет-магазин от компании Фиберлик, я его объявлю неактуальным. Почему? Потому что у нас сейчас с вами через партнерскую программу Фиберлик наиболее актуальный подход ко всей абсолютно международной аудитории. Вы согласны, что интернет-магазин вам сейчас такой пользы не принесет, как мог бы принести, как приносит вот сайт, сам сайт Фиберлик, который сделали партнерскими ссылками. Вот это на самом деле факт. И пользуйтесь, делитесь этим. И люди уже налево-то от вас, они не уйдут. Понимаете? То есть, если вы, вот у нас есть шаблоны сообщений, у нас есть закрепленные сообщения в чате, что там ссылочки, да, ссылочки с Яндекс.Диска. То есть, вы кидаете ссылку с Яндекс.Диска, там нет графа регистрироваться, да, и человек может у вас посмотреть каталог и пойти на сайт Фиберлик, если вдруг вас не будет на месте, да, вас нет на месте, он может пойти на сайт Фиберлик и под любого ВИПа зарегистрироваться. Пока он вас ждет, да ну нафиг, он хочет это платье, ему надо срочно это платье, да. То есть, а тут, как бы, если вы делитесь не ссылкой с Яндекс.Диска, а ссылкой со своего сайта, все-таки пусть в первую линию, но человек будет ваш, и он будет с вами. Вот таким вот образом, вам спасибо за внимание, да, и вот таким вот образом вы все равно будете лучше, быстрее и качественнее расти. Пусть это такая мелочь, но это очень важная и полезная мелочь, как вы видите, да. Ну что ж, давайте же с вами перейдем к теме. Меня вчера новичок наругала, вы, говорит, обещали, вы обещали, говорит, рассказать о акции Фиберлик Клуб, и, говорит, не рассказали. Так вот, исправляюсь и расскажу вам про акции Фиберлик Клуб обязательно. Ну, во-первых, что это за акция Фиберлик Клуб? Это беспроигрышная акция, которая может сгорать, но вы в ней можете начинать участвовать хоть сотню новых раз. Вот, смотрим, за каждый подарок, за каждый заказ вам положен подарок. Все мы с вами уже знаем, скорее всего, кроме новичков, то, что наши заказы весят какие-то баллы. Да, то есть, какие-то баллы нам выдаются, какие-то баллы нам начисляются за заказ. Эти баллы можно посмотреть в конце заказа, также эти баллы можно увидеть, и не более чем 150 баллов пересчитываются у вас в бонусы, и на эти бонусы можно выбирать подарки. За один период вы можете накопить не более 150 бонусов, и накопленные бонусы или могут тратиться каждый период, или могут суммироваться у вас каждый период. Один бонус равен одному баллу. Тоже, как бы, программа очень классная, и стоимость подарков у нас идет с вами от 5 бонусов. Да, вот давайте с вами также смотреть через демонстрацию экрана. Я нажимаю рабочий стол, и мы с вами прям наглядно, раз уж разбежались, да, вот смотрите, Фиберлик Клуб выглядит вот таким вот образом. Она называется «Накопительная программа Фиберлик Клуб». Когда мы проходим в этот кошелечек, то нам предоставляется сразу огромный выбор подарков, которые мы можем забрать, да. Ну, на данный момент, как вы видите, я бонусы коплю, у меня 1600 бонусов, и, допустим, я от 500 бонусов могу посмотреть, что я могу забрать, да, то есть 1000 бонусов полотенца, рюкзак для пикника, кстати, классная штучка, да, то есть какой-то браслет из ювелирной бижутерии, 505 бонусов и сумка для ноутбука. Есть подарки от 120 до 499, это за 0 рублей, тенги, гривен и так далее, просто за 0 вы можете брать хорошие, дорогие парфюмерные воды, да, как вы видите, тут идет туалетная вода, но 55 мл. Да, вы можете брать ювелирную парфюмерию Флоранж, вы можете брать продукты для здоровья, что тоже здорово, да, и вот обратите внимание, сколько тут страничек, да, давайте с вами перелистнем на страничку 8, не будем все, ага, нету ничего, да, уже, я далеко улистала, прошу прощения, да, то есть 120, и есть от 5 до 119, еще бонусов от 5 до 119, да, и, допустим, ваш новичок в прошлом каталоге забрал акцию новичка, он сделал заказ там на 6, там на 12 бонусов, да, и, как вы понимаете, ему положено уже 1-2 подарка, 1-2 подарка, то есть он может забрать, помимо того, что он получает 4 подарка косметики для дома, да, по итогам прошлого периода, он еще может у нас с вами получить, допустим, 2 маски для лица Алоэ Вера, да, вот эти масочки для лица, я брала с собой в Таиланд, я могу сказать, что они работают хорошо, но мне их надолго не хватило, потому что я взяла с собой 10 штучек, а мы с мужем оба сгорели на второй день, и вот с этими масками каждый день, каждый день, каждый день, и Алоэ у нас быстро ушло, да, то есть, ну, конечно, работают хорошо, но нам пришлось уже местные маски покупать, там в форме тигров и еще, да, помните форму панг, там все такое мы брали, покупали, да, то есть, вот эти вот за 10-15 бонусов, да, идут подарочки, если человек делает заказ на 50 бонусов, то он может выбрать уже от 10 подарков, да, ведь, если человек вип-консультанты делает заказ уже по программе вип-клуб, как вип-партнер, то он может забрать сколько подарков, кто мне посчитает, от скольки, да, мало дорогих подарков, но они постоянно там что-то добавляют, не переживай, просто меняют, сколько будет подарочков, давайте будем думать, да, представляете, вип-консультанты имеют право забрать просто так 20 подарков, я считаю, что это здорово, от 20, да, или забрать какой-то, может быть, 2, но подороже, колье, кольцо и браслет, да, Оля Дубяга тоже недавно снимала набор, она взяла тоже колье с таким как, с висюлькой, как висюлька-то называется, забыла, с кулончиком, простите, да, и заказала такое большое красивое кольцо на полпальца, так прям смотрится здорово, вот, да, то есть вот такая вот программа Фаберлик Клуб, которую вы можете легко и просто использовать, и легко и просто рассказывать о ней, да, тут есть и крема для лица, и сыворотки для кожи, тут есть чаи, да, как вы видите, есть средства для мытья посуды, гели для душа, кремы для душа, бальзамы для губ и так далее, и так далее, и так далее, то есть тоже как бы широкий-широкий ассортимент, и крема, как вы видите, для рук, и все, это все подарочки именно для всех, даже для тех, кто уже директор, и это тоже очень-очень важно понимать, что если вы директор, вам положены подарки все равно, и это довольно-таки приятно, согласитесь, блокнот и колье брала последний раз, до этого подушки, да, подушки там есть из гречневой лузги, да, которые ортопедические, вот, но смотрите, данная программа имеет свойство сгорать, если ей пользоваться не совсем правильно, да, во-первых, вот тут приведен пример, и это тоже нужно обязательно доносить до новичка, первый каталог, смотрите, новичок сделал 10 баллов, и ему начислили 10 бонусов, а, минуточку, первый каталог, новичок сделал заказ на 10 баллов, и ему начислили 10 бонусов, да, вот они, эти 10 бонусов, второй каталог, новичок не стал забирать эти 10 бонусов, но сделал заказ уже на 15 баллов, и ему 10 плюс 15, так как не было перерыва между заказами в каталоге, уже суммарно, вот это вот начислилось в 25, начислилось, значит, 25 бонус баллов, так, кружочек не получился, да, 25 бонус баллов, и по которым можно забирать вот эту вот продукцию, но на третий каталог он не сделал заказ, и у него, если он не сделает заказ, да, забыл оплатить до конца каталога или еще что-то, да, то вот эти вот 25 баллов у него последний, последний заказ сгорает, то есть вот эти вот, вот этот заказ уже по бонусам считаться не будет, останется только этот, то есть таким вот образом бонусная программа сгорает, она сгорает не вся, и она сгорает не целиком, значит, смотрите, на четвертый каталог человек опять-таки забыл сделать заказ, и вот эти 10 баллов, вот они, да, тоже начинают сгорать, да, таким вот образом, далее, значит, тут уже ничего не копится, ничего не копится, но, слава Богу, эту программу продумали таким образом, что человек может легко начать, вот он начал в седьмом каталоге делать по 50 баллов, и он может эту программу копить, да, как вы видите, может ее копить, или может сразу тратить, да, то есть вот он сделал в седьмом каталоге, оплатил заказ на 50 баллов, ему в восьмом каталоге эти 50 бонусов начислились, и он на эти 50 бонусов уже может забирать от 10 подарков по программе Фаберлик Клуб. Я думаю, что это шикарная очень программа, и про нее нужно обязательно-обязательно знать. Все ли знали про эту программу, поставьте, пожалуйста, плюсики-минусики, это такая наша внутренняя программа, только для зарегистрированных, что очень-очень важно. И, конечно же, у нас с вами еще есть вип-программа с классными вип-привилегиями, о которых я вам сегодня вначале чуть-чуть рассказала, это наша последняя будет тема, да, то есть кто такой вип-консультант, да, человек, который выполняет 100 баллов личного объема, да. Вип-стаж – это число периодов непрерывного выполнения 100 баллов и более в каталог. В случае пропуска у вас сохраняется возможность не терять вип-стаж при выполнении личного объема 200 и более баллов в следующем расчетном периоде. То есть таким вот образом, да, воспользоваться привилегиями также как стартовой программой, также как набором пробников для новичков можно в течение трех расчетных периодов. И новому вип-консультанту надо обязательно перевестись на сервисный центр своего места проживания. Это очень-очень важно, потому что когда вы, допустим, девушка с России регистрируется под девушку с Украины, то у нее украинский СС приписывается автоматом. И чтобы ей получать регистрацию со своего региона, с России, ей нужно обязательно перевестись на СС проживание, да, своего. То есть написать в раздел «Обратную связь» «Переведите меня на СС моей прописки» и написать свою страну и свое место проживания, да, то есть дом, квартиру, улицу – это ничего не нужно. Нужно просто написать самое основное, да, страну и город или страну и поселок и так далее, да, и область, обязательно область. Страну, область, город или поселок или населенный пункт какой-нибудь, да, то есть вот таким вот образом. Вот такая вот у нас с вами идет вип-программа. Вип-программе недавно были изменения. Первое изменение – это то, что продукт с 70% скидкой стал от черной цены, то есть дополнительно 26% не присчитывается скидочка. И вот тут, вот как вы видите, 10 любых пробников. Эти 10 любых пробников уже не 10, их там уже 500. 500 любых пробников с 50% скидкой вы сможете взять и 10 любых каталогов. И как раз-таки с уровня вип-1 под вас компания «Фаберлик» начинает регистрировать людей, если вы все правильно сделали. Давайте с вами посмотрим, что нужно сделать, потому что у нас очень много вип-1, да, то есть шаги очень легкие, очень простые, да. Мы с вами становимся вип-консультантом, то есть если по итогам прошлого периода вы первый раз оплатили 100 баллов до конца каталога, то в этом периоде вы становитесь вип-1. И с вип-1 вам нужно обязательно подать заявку, вот видите, под пунктом 2, подать заявку на получение контактов, потенциальных клиентов и консультантов. Сделать это можно, поставив соответствующие отметки в вашем личном кабинете в разделе «Личные данные настройки». Давайте смотреть. Рабочий стол, загрузить презентацию, «Личные данные настройки». Значит, вот у нас личный кабинет и вот они у нас, личные данные. Я прохожу в «Личные данные». Кстати, всем ли видна демонстрация экрана? Напишите слово «Да». Пожалуйста. Ага, вижу, двойной плюсик. Все, спасибо. Кому не видна, перезаходите обязательно. И вот в разделе «Личные данные», тут у меня дата регистрации, дата рождения, еще. Вот, у нас с вами идет, да, то есть нужно обязательно проходить именно, минутку, да, в раздел «Контактные данные». И в этом разделе «Контактным данным», так, немножко не то, немножко не то, простите. Да, то есть вот настройки. Не туда меня занесло, да, и вот тут в настройках обязательно ставьте «Запретить кому-либо, кроме меня, делать заказы». Вот это, кстати, хорошая такая галочка. Можете ставить, можете нет. Вот, и «Хочу получать контакты потенциальных консультантов». Нажимаете галочку, да, и «Я хочу покупать, получать контакты потенциальных консультантов в населенном пункте». Да, то есть вы можете тут поставить галочку, также можете тут поставить галочку, да, то есть или написать свой населенный пункт, где вы сейчас проживаете. Ну, я проживаю в Кирове. Далее, значит, вот таким вот образом обязательно, если вы проставили галочки, да, это у меня привязка, я ее не делала пока что, и нажимаете «Сохранить». После этого на следующие сутки под вас уже начнет проходить регистрация, если у вас будет много регистрации в вашем регионе, о чем я сейчас говорю. Давайте тоже это с вами обязательно обсудим. Так, то есть контакты, смотрим внимательно, да. Как распределяются контакты, да, чтобы компания под вас регистрировала людей. Вот этот вот пункт. Контакты распределяются только среди ВИПов, это во-первых, и контакты распределяются по региональному принципу, то есть с учетом места проживания ВИП-консультанта, поэтому нужно обязательно перевестись на свой СЦ-прописки. Потому что ВИП-консультанту очень неудобно звонить в Украину, в Беларусь, в Таджикистан, в Казахстан, если он проживает в России, да, я думаю, вы понимаете это. А если в одном городе проживает группа ВИП-консультантов, то контакты им передаются в порядке очередности. Главным параметром в определении является количество периодов ВИП-стажа. Под меня сейчас компания регистрирует 2-3 человека в каталог, потому что я уже давно ВИП-стаж, и по итогам этого периода я уже серебряный ВИП-консультант буду, да. И, конечно же, чем больше ВИП-стаж, тем быстрее вы получите контакт потенциального клиента. Вот, если в одном городе проживает группа ВИП-консультантов с одинаковым ВИП-стажем, то приоритетность получения контакта определяется по личному объему в последнем закрытом периоде. То есть, получается, чем больше ваш заказ, тем больше у вас регистрации. Но я думаю, это все верно, потому что компания Фаберлик думает как. Она думает, что если у вас большие заказы, у вас большой ВИП-стаж, и самые большие заказы всегда и постоянно, то, значит, вы хорошо знакомы с продукцией. И, конечно же, такому человеку, который хорошо знаком с продукцией, не жалко будет доверить, не жалко будет доверить, да, нового новичка. То есть, вы его отлично проинформируете, и вы знаете все привилегии всех ВИП-статусов. Итак, далее, значит, с вами поехали. Далее, далее. Да, то есть, и... А, ну, это уже все. Да, то есть, все, у нас с вами окончился, окончился, наконец-то, вебинар. Да, ну и самое главное, что мы с вами должны понимать, под конец вебинара хочется сказать вам, что Фаберлик нужно понимать, что это легальный бизнес, это деньги на ваш лицевой счет, на расчетный счет в банке, это у вас идущий стаж, как у индивидуальных предпринимателей, это международный бизнес в 42 странах мира, это российская компания-производитель 20 лет на рынке, это широчайший ассортимент продукции, я не постесняюсь сказать, не постесняюсь покичиться и похвастаться, что у нас самые широкие ассортименты всех сетевых компаний, какие только не есть на данный момент, и это наша с вами сила для быстрого, хорошего роста. Мы начинаем свое дело с нуля и без рисков, нам не нужны вложения, мы просто пользуемся продукцией, и это очень важно понимать. И, конечно же, самое главное, это то, что в компании Фаберлик очень сильная логистика, все автоматизировано, вы только работаете в интернете, и компания Фаберлик сама будет доставлять вашим людям продукцию за вас, и это очень важно понимать. А вы можете работать, не выходя из дома, в любое время. Ну что ж, дорогие коллеги, рада была быть с вами, вам полезна сегодня. Я думаю, что у нас с вами будет очень продуктивный вебинар. Да, вам спасибо за присутствие, вам спасибо огромное за поддержку. Обязательно забирайте все подарочки, обязательно знайте все привилегии, и вип-привилегии, и привилегии новичков, и так далее. С вами была Коннова Аня, будущий старший международный директор. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok